Скажите, глупая мечта побывать в огромном, как в телевизоре показывают в магазине? Пусть так, но это мое последнее желание, и я не согласна его менять ни на что. Ну что за дикая просьба, Бааа? Я бы понял, если бы ты с парашютом решила прыгнуть, или в круиз попросилась, но в гипермаркет? Что ты там забыла? Людей много, полки высоченные, иногда не найдешь, что тебе нужно. Что ты там хочешь купить? Скажи, я сам все привезу. Не стала я говорить Даньке, что именно люди мне и нужны были. Такие, какие по магазинам ходят, сосредоточенные на покупках, о другом не думающие. Мне надо было выбрать двоих, и кое-что им отдать, подарить, можно сказать. Но и по магазину походить, ужас как интересно. Чтобы все как в кино. И тележка большая, и на полках всего полно. И фрукты, чтобы самой выбрать и взвесить. И тапочки купить, и луковицы тюльпанов. Много всего, я даже составила список. Не хотел Данька меня туда везти, что-то чувствовал. Возможно, даже понимал, что вернется из магазина не совсем его бабушка. Но кто бы его спрашивал? Я честно свой путь прошла. Пора и мне отдохнуть, поделиться кое-чем. Дар, знаете ли, и на дороге не валяется. Но и ноша тяжелая, не всякий выдержит. Мне он был дан с самого рождения. А я вот решила подарить его на свой выбор. Родным не хотела. Мне жалко. Просто не те они люди. Слишком приземленные. Сколько чудес я им не показывала, не являла, все объясняли или совпадениями. Не раз им говорила, не бывает никаких совпадений. Или с счастливым, несчастливым стечением обстоятельств. Вот смешные. Не хотели видеть эту взаимосвязь всего на свете. И понимала я, что им отдать, все равно, что выбросить. А жалко. Да и нельзя таким бросаться. Думаете, наверное, сейчас начну рассказывать, что колдовской дар я должна передать, иначе не смогу умереть. Нет, не совсем так. Умереть могу хоть сейчас. Просто не время. И дар могу с собой забрать. Но нехорошо это будет по отношению и к дару, и к тем двоим, кому он может помочь. Хотела я отдать капельку жизни и капельку смерти. Найти мне надо было того, кто вроде бы жив, а вроде бы и нет. С сухой, как пустыня душой. Не мертвой, просто высушенной. И наоборот, того, из которого жизнь, как вода из дуршлага, брыжет. Заливает все вокруг. Кого немножко приглушить надо, для его же пользы, чтобы этот его внутренний ливень в песок не уходил. В парке, где я часто гуляю, люди расслаблены. И вот вроде бы, дари что хочешь, но не берут. Настроение у них прогулочное, веселое, вся душа занята. А вот в большом магазине, где душа мнется от безделья, где только разум костяшками счетов щелкает, и только и мыслей. Хочу, не хочу. Дорого, дешево. Купить, не купить. Вот там-то я и вручу свой подарок. Ох, и понравился мне тот магазин. Все, как я ожидала. И почему я раньше не настояла на такой прогулке? Данька со мной походил с полчасика. Устал. Что с него взять? Мужчина. Слабые они на покупке. И пошел кофе пить. Строго наказав мне гулять недалеко. И с верхних полок ничего себе на голову не ронять. Смешные они. Дети, внуки. Думают, я теперь их ребенок. Бегут, волнуются, суетятся. Стоит чихнуть или упасть. Смотрю я на них и молодость вспоминаю. И так тепло на душе становится. Словно я и впрямь в детство возвращаюсь. Тележку я наполняла с удовольствием. Кофе Даньке. Конфет побольше. Не пропадут. Я часто детишек угощаю. Бананов две связки. Люблю я их. Тарелки новые. Что я не заслужила, что ли? Скатерть к тарелкам. Салфетки и бокалы. На всякий случай. Так я шла от полки к полке. Любуюсь, изучая, выбирая и почти совсем забыла о том, зачем я сюда приехала. Как вдруг увидела этих двоих и поразилась, как мне судьбы подфартило. Не надо долго искать. Вот они вместе. Я тихонько подошла поближе и удивилась. Они обе плакали. У той постарше, которая была слишком легко одета для осеннего вечера, простая футболка, застиранная и вылинявшая. Блеклые брюки, стоптанные туфли. В глазах не было жизни. Я присмотрелась. Так и есть. Сухая. Увядший раньше времени цветок. Не успевший ни набраться сил, ни расцвести. Пустынная, одинокая жизнь. Вторая же была ее противоположностью. Слишком ярко одета, слишком вызывающе накрашена. Кричит миру. Вот она я. Мне все по плечу. Я стальная стерва и сверну любую гору. Энергия из нее рвалась, как из артизианской скважины. Отбрасывала от нее людей. И эта полуживая серая мышка рядом с ней неуютно поводила плечами и старалась отойти хоть на шаг от нее, хоть на полшага от этого вулкана. Родился недоношенным. Сколько за его жизнь боролись. Сколько раз меня звали с ним прощаться, не могу сосчитать. Когда все-таки выжил, сказала себе, ни в чем ему отказа не будет. Наизнанку выворачивалась. Все самое лучшее. Сама не доедала. С мужем развелась из-за сына. Ревновал подлец к ребенку, представляете? К собственному сыну. Так Мишенька еще и молчал до пяти лет. Никто ничего понять не мог. Слышит хорошо, умненький, но молчит. К кому я только не обращалась, никто не мог помочь. И только балу. Женщина заревела, как маленькая девочка. Некрасиво, не стесняясь, хлюпая носом. Ее спутница топталась рядом, не зная, что делать. Я притаилась за стойкость со швабрами. Мои дары подождут. Мне стало интересно, кому я их отдаю. Подруга посоветовала сводить Мишеньку на выставку кошек. Он любит животных и постоянно рисует себя то с собакой, то с кошкой. Но я работаю, дел много. Еще и за кем-то ухаживать, вот и не покупала. Просто решила ему показать, какие кошки бывают. И вот, ходим, смотрим. Миша внимательно так оглядывается, словно ищет кого-то. Я трещу, как сорока. Говорю, посмотри сюда, посмотри туда, какие кисы красивые. А он вдруг руку выдернул и побежал в угол к большому детскому манежу. А там эти котята. Даже и не знала, что такая порода есть. Майкун называется. Морды у них страшные, человечьи какие-то морды. Не успела я Мишу за руку схватить. А он так ловко перелез в этот манеж. Одного котенка взял на руки и говорит. Представляете? Говорит. Мой. Я обалдела. Владельцы орут. Мишку из манежа пытаются вытащить. Котенка отобрать. Сын врёв. Народ на меня смотрит, как на мать ехидну бестолковую. Мол, вырастила недоросля некультурного. А ему-то всего пять лет. Какая такая культура? А Мишенька всё повторяет. Мой. Мой. Я тоже врёв. Владельцы притихли. Не могут понять, что за сумасшедшая мамаша им на голову свалилась. Объяснила им всё. Говорю, продайте котенка. Ох, они и цену заломили. Целая зарплата, представляете? Да ещё и с премией. А что делать? Миша-то заговорил. Пусть одно словечко, но первое за всю жизнь. Купила, конечно, этого котёнка. И с того самого дня он у меня разговорился. Теперь рот ему не заткнёшь. Прям как попугай. И всё из-за балу. Вы не боитесь? Подала голос вторая. Та, которая сухая внутри. Чего? Что умрёт балу, и сын будет переживать. Вот пропал он, и что с Мишей было? Ужас был, не спорю. Я дверь квартиры не закрыла. К соседке за солью побежала. Кот и испарился. С Мишей истерика была. Врача пришлось вызывать. Я кота везде искала. Объявлений штук 300 расклеила. Если честно, уже и не надеялась. Месяц прошёл. И как Миша? Плохо. Я наврала ему. Сказала, что балу уехал к родственникам в Африку. Почему в Африку? Не знаю. Как-то само придумалось. Сын поверил? Нет. Но он его чувствовал. Верил, что балу к нам вернётся. Яркая дама снова зарыдала. Хоть бы выжил. Каким богам молиться? Вторая прижала руку к груди и уверенно сказала. Выживет. Я верю. Яркая внезапно обняла её и, всхлипывая, сказала. Я за вас молиться буду. Не умею, но буду. Вы мне сына спасли. Но он же всё равно когда-нибудь умрёт. Балу? Да, конечно. И я умру. И вы. И все мы. И что? Если у вас нету тёти, её не отравить сосед? Сухая рассмеялась. Там про собаку пелась. Неважно. Последнюю строчку помните? Если вы не живёте, то вам и не умирать. Помню. Ну и вот. Пойдёмте. Я же вам куртку обещала подарить. Не надо. Мне вот только молока. Я своё в лечебнице забыла. Нет-нет. И куртку тоже. А потом я отвезу вас домой. И непременно жду вас в гости. И как иногда хорошо быть слабой, беспомощной старухой. Я дёрнула полку со швабрами и аккуратно улеглась на пол, пока меня никто не видел. Лишь после этого громко застонало. Бабуль, что болит? Голова закружилась. Вы одна? Кому позвонить? Надо менеджера позвать. Пусть скорую вызывают. Они подняли меня, крепко схватив меня под локти. То, что надо. Главное, не перепутать. Да и как тут ошибёшься? Жизнь заструилась по правой руке. К той, с пустыней в душе. Смерть рванула по левой. Заклёпывать наглухо отверстие в безумном фонтане яркой. Всё хорошо, деточки. Спасибо. У меня внучок здесь со мной. Ничего не надо. Я сама ему позвоню. Я всмотрелась в их стревоженные заплаканные лица и в их глазах я увидела ещё непонятную ими самими гармонию, баланс. То, к чему сама стремилась долгие годы. Возможно, я обрету это именно сейчас, освободившись. Всё хорошо, повторила я и погладила руку яркой, буйной, усиливая её просьбу, прося вместе с ней за неведомого мне балу. Мою ладонь словно опустили в приятную тёплую воду. Всё ясно, выживет кот, просьбу услышали и обязательно помогут. Я успокаивающе улыбнулась своим приёмницам. Показала им телефон, кошелёк, сказала, какое сейчас число и как меня зовут. Каюсь, соврала, не захотела настоящее имя говорить. И медленно пошла себе дальше. В моём списке покупок ещё оставались луковицы тюльпанов, большая сковородка, котелок, шляпа, носки в полоску и новая метла.